США не должны ничего этого слышать. Это наша самая большая проблема из всех, потому что неоконсерваторы, которые правят балом уже 30 лет, верят, что США могут делать все, что захотят. Это самый фундаментальный момент, который нужно понять во внешней политике США. Они ошибаются. Они продолжают все портить. Они продолжают втягивать нас в войны стоимостью более триллиона долларов. Они продолжают убивать множество людей. Но их основное убеждение в том, что США — единственная сверхдержава. Это однополярная держава, и мы можем делать все, что захотим. Так они не могли слышать Путина. Даже в тот момент они не могли слышать остальных европейцев. И, кстати, они сказали, что Грузия станет частью НАТО. Опять же, единственный способ понять это — обратиться к этому давнему спору Пальмерстона-Бжезинского. Да, это теория. Это не просто случайность. О, почему бы нам не взять Грузию? Это отличный план. Хорошо, русские понимают каждый отдельный шаг в этом деле. Значит, еще одна вещь идет наперекосяк. Что пошло не так? Украинцы не хотят расширения НАТО. Украинцы этого не хотят. Они против этого. Общественное мнение говорит, нет, это очень опасно. Нейтралитет — это безопасно. Мы находимся между Востоком и Западом. Мы этого не хотим. Итак, они избирают Виктора Януковича. Да, президент, который говорит, мы просто будем сохранять нейтралитет. И это абсолютно верно. США — это о, что это, черт возьми, такое. Украина? У них тоже нет выбора. Таким образом, Янукович, очевидно, становится врагом неоконсерваторов. Итак, они, конечно, начинают работать так же, как это делают США. Мы должны избавиться от этого парня. Может быть, потом мы выберем его соперника. Может быть, мы застанем его в критической ситуации и так далее. И действительно, в конце 2013 года в США разразился кризис, который перерос в восстание, а затем в государственный переворот. И я знаю, опять же, по собственному опыту, что США были глубоко вовлечены в это. Но вы можете видеть, как наши сенаторы встают в толпе, как если бы китайские чиновники пришли 6 января и сказали, да, да, уходите. Ты же знаешь, что можешь. Как бы нам понравилось, если бы китайские лидеры пришли и сказали, да, мы были с тобой на все 100%. Американские сенаторы, стоя в Киеве, говорят демонстрантам, мы на 100% с вами. Виктория Ньюлин славно раздает печенье по кругу, но это было гораздо, гораздо больше, чем просто печенье, могу тебе сказать. Итак, в США вступили в сговор с украинскими правами, чтобы свергнуть Януковича. На третьей неделе февраля 2014 года произошел насильственный переворот. Вот тогда-то и началась эта война. Эта война даже не началась в 22-м году. Это началось в 2014 лет. Это было началом войны, это был насильственный переворот, в результате которого был свергнут украинский президент, который хотел нейтралитета. Когда его насильственно свергли, и его сотрудники службы безопасности сказали ему, тебя убьют. И вот он прилетел в Харьков, а затем в тот же день полетел дальше, в Россию. США немедленно, в течение наносекунды, признали новое правительство. Это настоящий переворот. Вот как ЦРУ проводит свои операции по смене режима. Так вот, когда начинается война. Путин это... Я понимаю, что совершенно правильно в этот момент было то, что я не позволю НАТО забрать мой военно-морской флот и мою военно-морскую базу в Крыму. Ты что шутишь? Российская военно-морская база в Черном море, которая была объектом Крымской войны, и в некотором смысле является объектом этой войны в Севастополе, находится там с 1783 года. А теперь Путин говорит, о, НАТО собирается войти? Черт возьми, нет. И вот они организовали этот референдум. Это российский регион, и здесь есть огромная поддержка. Мы останемся с Россией, спасибо тебе, только не с этим новым правительством после переворота. Вспышка вспыхивает в восточных провинциях, которые являются этнически русскими провинциями на Донбассе. На Донбассе, в Луганске и Донецке. И здесь очень много насилия. Значит, война начнется в 2014. Так что говорить о чем-то неспровоцированном в 2022 году, немного странно для любого, кто действительно читает обычную газету. Но в любом случае тогда начнется война. И не прошло и года, как русские очень мудро заявили, что на самом деле мы не хотим этой войны. Мы не хотим владеть Украиной. Мы не хотим проблем на нашей границе. Мы хотели бы мира, основанного на уважении к этническим русским на Востоке, а политическая автономия, потому что вы, правительство государственного переворота, пытались закрыть весь русский язык, культуру, а права этих людей после насильственного переворота. Так что мы этого не принимаем. Итак, в результате этого были заключены два соглашения, которые называются Минское первое и Минские два соглашения. Минские соглашения были поддержаны Советом Безопасности ООН. И в нем говорилось, что мы заключим мир на основе автономии Донбасса. Вот это очень интересно. Русские не говорили, что это наши. Мы хотим этого. Все то, о чем заявляют каждый день, Путин просто хочет воссоздать. Ты знаешь, он думает, что он Петр Великий. Он хочет воссоздать Российскую империю. Он хочет захватить территорию. Ничего подобного. Все наоборот. Нам не нужна эта территория. На самом деле мы просто хотим автономии, основанной на соглашении, достигнутом с украинским правительством. Так каково же было отношение США к этому? Позиция правительства США такова. Позиция правительства США заключалась в том, чтобы сказать украинцам, не беспокойтесь об этом. Ну же. Не беспокойтесь об этом. Вы сохраняете свое центральное положение. Мы вообще не хотим видеть Украину ослабленной. Мы просто хотим, чтобы НАТО было в единой Украине. Не стремитесь к де-централизации. Мы говорим им, чтобы они разорвали тот самый договор, который они подписали. Тогда мы обвиняем Россию в отсутствии дипломатии, кстати, что, как вы знаете, в порядке вещей. О, ты не можешь им доверять. Мы расторгаем все соглашения до единого. Мы сдуваемся, не продвинувшись, не надюем на восток. Мы расторгаем договор о противоракетной обороне. Между ними у нас так много войн по выбору под руководством НАТО. Я даже не упомянула ситуации в Сирии, попытки ЦРУ свергнуть Ассада в Ливии и так далее. И мы отказываемся от минских соглашений. И на самом деле Ангела Меркель объяснила это в довольно шокирующе откровенном интервью, которое она дала в прошлом году. Когда его спросили, почему Германия не помогла обеспечить соблюдение минских соглашений. Потому что Германия и Франция были гарантами минских соглашений в рамках так называемого «нормандского процесса». Она сказала, ну, мы просто подумали, что это нужно для того, чтобы дать немного времени украинцам, чтобы набраться сил. Другими словами, они были гарантами чего-то фальшивым образом, а США были. Я абсолютно лгу по этому поводу. И я знаю высокопоставленных украинцев, которые были в правительстве и которые были рядом с правительством, которые сказали мне, «Джефф, мы не собираемся этого делать». В любом случае, это было под дулом пистолета. Мы не обязаны с этим соглашаться. Так что вся эта дипломатия пошла прахом. Война продолжалась. США накачаны оружием. Мы наращивали вооружение, создавали то, что должно было стать самой большой армией Европы, на самом деле, огромной армией, за которой наблюдала Россия. Что ты делаешь? Знаешь, ты не уважаешь Минск. Ты создаешь эту огромную украинскую армию. За это платит НАТО. В принципе, да, за это платят Соединенные Штаты. А в 20-21 год Путин встретился с Байденом. А потом, после собрания, он положил на стол Вот проект Российско-Американского соглашения о безопасности. Положи это на стол 15 декабря в 20-21 минуту. Это стоит прочитать. Очень правдоподобный документ. Я с некоторыми из них не согласен. Это документ, подлежащий обсуждению, то, о чем вы могли бы договориться. Я думал, что суть этого заключалась в том, чтобы остановить расширение НАТО. И в этот момент я сам позвонил в Белый дом и сказал, не устраивай из-за этого войну. С кем ты разговаривал? Я разговаривал с Джейком Салливаном. И я сказал, не надо устраивать из-за этого войну. Нам не нужно расширение НАТО для обеспечения безопасности США. На самом деле, это противоречит безопасности США. Соединенные Штаты не должны находиться вплотную к российской границе. Вот так мы втягиваемся в Третью мировую войну. Нет, Джефф, не волнуйся. Никакой войны не будет. Войны не будет. Не волнуйся. У нас есть дипломатический подход. Я сказал, Джейк, это основа для дипломатии. Веди переговоры. Ну что же, официальный ответ Соединенных Штатов заключается в том, что вопросы, касающиеся НАТО, не подлежат обсуждению. Они существуют только между странами НАТО и кандидатами в НАТО. Ни одна третья сторона не имеет в этом никакого участия. Россия это совершенно не имеет значения. Еще раз воспользуюсь аналогией. Ты знаешь, если Мексика и Китай хотят разместить китайские военные базы на Рио-Гранде, Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться. И мне это неинтересно. И никакого интереса к этому нет. И никаких двусторонних отношений. И это был официальный ответ США от 22 января. Так что не спровоцировано, не совсем так. Так могу я спросить? 30 лет провокаций, в течение которых мы не могли принять мир в качестве ответа. Одну минутку. Все, что мы можем предпринять, это делать все, что захотим, где захотим. И никто вообще не имеет права голоса в этом вопросе. Так что, ребята, возвращайтесь. Мне 12-12, я думаю, 22 года. Путин сказал мне, и я проверил, я думаю, это правда, что в последние дни правления Клинтона он спросил Клинтона, может ли Россия вступить в НАТО, что почти по определению выглядит победой. НАТО существует как оплот против России. Если Россия хочет вступить в Североатлантический Союз, значит, ты победил Вена. Почему правительство США отклонило это предложение? И как ты думаешь, это было на самом деле? Россия и на самом деле Европа хотели. Так было раньше, до того, как Европа стала своего рода вассальной провинцией правительства Соединенных Штатов. Я хотел того, что они называют коллективной безопасностью, а именно, мы хотим, чтобы меры безопасности, при которых безопасность одной страны не разрушает безопасность другой. Я из другой страны. И к этому было два пути. В принципе, было три пути, скажем так. Одним из путей было то, что они называли ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это действительно хорошая идея. Так оно и было. Это Западная Европа, Центральная Европа, Восточная Европа и бывший Советский Союз. Идея заключалась в том, что давайте соберем всех нас вместе под одной хартией и разработаем соглашение о коллективной безопасности. Мне это понравилось. Я имею в виду, что именно об этом говорил Горбачев. Мы не хотим войны с тобой. Мы не хотим конфликта с тобой. Мы хотим коллективной безопасности. Вторая аранжировка, которая на самом деле имеет большой смысл, но люди говорят, этот парень что совсем выжил из ума. Но на самом деле в этом есть большой смысл. Горбачев распустил Варшавский договор. Нам следовало распустить НАТО. Я сказал, что НАТО находится там для защиты от советского вторжения. Никакого советского вторжения не будет. На самом деле, после декабря 1991 года не было даже Советского Союза. Нам не нужно НАТО. Почему существует НАТО? НАТО было создано для защиты от Советского Союза. Верно. Так почему же это продолжалось после Горбачева и Ельцина? Нио-консерваторы, к счастью, спасибо вам, прочитали этот документ. Здесь все предельно ясно. Это наш способ сохранить нашу гегемонию в Европе. Другими словами, это наш способ заявить о себе в Европе. Ты не защищаешь Европу, даже не защищаешь нас. Это и есть гегемония. Нам нужны наши фигуры на доске. НАТО — это наши фигуры на доске. Почему Германия позволила иностранным войскам находиться гарнизоном на своей земле в течение 80 лет? Я не понимаю. Почему европейская страна допускает это? Ты бы хотел, чтобы в твоем городе были иностранные войска? Такер, у тебя было замечательное интервью с Путиным. Он ответил на все, кроме одного раза, когда ты спросил его, что немцы видят в этом. А Путин сказал, «Я этого не понимаю». И я подумал, «О боже, спасибо тебе. Я этого не понимаю». Неужели это просто из-за чувства вины за войну? Это что, мазохизм? Я имею в виду, честно говоря. Это не мазохизм. Это не вина за войну. Есть базовые механизмы, которые я по-настоящему не понимаю, проработав в этой сфере более 40 лет и зная всех лидеров. И я знаю Шульца, и я знаю других. Я этого не понимаю. Но когда у США есть военная база в вашей стране, это действительно дергает за многие политические ниточки в вашей стране. Это действительно влияет на политические партии. Это действительно окупается. Я знаю, что это так. Я наивен. Ты знаешь, другими словами, немцы не являются свободными участниками этого процесса. В этом-то все и дело. Если бы люди с оружием появились в твоей квартире в Нью-Йорке и просто разбили там лагерь, ты, вероятно, больше не был бы главой своей семьи, не так ли? Возможно, это правда. Но ваш вопрос о том, зачем немцам это нужно, Это тот же самый вопрос, что и после того, как США взорвали газопровод «Северный поток». Почему немцы не сказали ни да, ни после, зачем ты это сделал? Это наша экономика, ты только что взорвался. Но они этого не делают, и поэтому они так подчиняются интересам США. Это немного трудно понять, потому что для Европы это не имеет никакого смысла. Но, как ты сам сказал, в твоем доме есть люди. Может быть, в этом и есть суть. Я разговаривал с европейскими лидерами, которые сказали мне. Я не могу процитировать это, потому что это так шокирует, и я не буду цитировать это, потому что это было сказано конфиденциально. Но, по сути, в Вашингтоне нас не воспринимают всерьез. И я сказал, да. Я не говорил, что это был пузырь над моей головой, когда я разговаривал с европейским лидером. Но, может быть, если бы ты немного поднажал, к тебе стали бы относиться более серьезно. Только не таким образом, чтобы просто потерпеть поражение. Но это было сказано мне таким печальным тоном. Я просто почувствовал, о боже, не говори мне этого. Ты лидер в Европе. Но мы оккупируем их страну с помощью солдат и оружия. Как мы могли воспринимать их всерьез? Они настоящие стервы. Я имею в виду, честно говоря... Нет, я не знаю. Это действительно печально, и это наносит огромный ущерб Европе. Между прочим, это разрушает Украину. Это само собой, разумеется. Первый пункт. Это разрушает Украину и наносит большой ущерб Европе. Это. В Соединенных Штатах тратится чертовски много жизни и денег, которые не консерваторы не считают. И почти никто не встает и не говорит об этом. И на твой первый вопрос о том, что ты был не спровоцирован, у нас даже есть истории об этом. Это так. Эта история полная чушь. Это полная чушь. Это для людей, которые не хотят или не помнят, не хотят ничего помнить до 24 февраля, 22. Но у всего этого есть целая долгая история, которая абсолютно абсурдна и трагична. Я имею в виду, что это так. Это абсурд. Это совершенно трагично. 500 украинцев погибли ни за что. Как ты думаешь, это тот самый номер? Я думаю, что это, вероятно, тот самый номер. Да, это лучший номер, который я знаю. Я имею в виду, мы говорили об этом вчера вечером за ужином, но одна из самых шокирующих вещей, как и для человека, который жил в Вашингтоне, для меня это. Если ты спросишь кого-нибудь из сенаторов, как я, кто проголосовал за продолжение этой войны за счет американских налоговых долларов, сколько твоих любимых украинцев было убито? Они понятия не имеют и не заинтересованы в том, чтобы знать. И им на это совершенно наплевать. А иногда они говорят, что им все равно. Мит Ромни сказал, знаешь, это самая выгодная сделка, ни один американец не останется в живых. Дик Блюменталь, по сути, сказал то же самое. Это отличная сделка, ни один американец не останется в живых. Но разве это не зло? Я имею в виду, что в какой-то момент это, безусловно, лицемерно. Они говорят нам, что мы делаем это для Украины, для наших друзей в Украине, знаменосцев демократии. Но разве ты не обязан заботиться о людях, которых убиваешь? Я думаю, что да. Ты так думаешь. Я думаю, что американцы думают именно так. Я не думаю, что сотрудники службы безопасности так думают. Из-за того, что государство обеспечивает безопасность, ты должен быть жестким, чтобы играть в эту рискованную игру. Ты должен знать, будут ли какие-то сопутствующие потери. Немного. Миллионы людей погибли в войнах по выбору Америки. Но если ты уже большой мальчик, ты не должен позволять этому сдерживать тебя. Так что я думаю, что это довольно глубоко укоренилось, что несколько сотен тысяч людей живут здесь и там. Да ладно тебе, в конце концов, мы говорим о том, кто правит миром. Здесь очень-очень темно. Я думаю, что это необычайно безрассудно. Просто чтобы вернуться назад. Ну и еще послушай, если предлогом для всего этого является какой-то моральный авторитет, то мы выступаем за демократию, а не за авторитаризм. Это не имеет никакого отношения к морали. Это не имеет никакого отношения к морали. Это не имеет никакого отношения к западным ценностям. Это не имеет никакого отношения к американским ценностям. Насколько я вижу, это даже не имеет отношения к американским интересам. Хотя там написано, что они говорят, что на карту поставлены интересы Америки. Ну что же, начиная с 2001 года, мы потратили, может быть, 7 триллионов долларов на эти безрассудные вечные войны Это действительно так? Мы увеличили свой долг Долг вырос примерно с 30% национального дохода до более чем 100% национального дохода У нас были эти катастрофические войны Разве это в интересах Америки? Нет, я имею в виду Может быть, мы действительно могли бы перестроить мост или дорогу по пути, или нашу страну Хотя бы на милю скоростной железной дороги в нашей стране, или что-то в этом роде Но нет, нам приходилось тратить триллионы и триллионы долларов на войны Так что, на мой взгляд, все это совершенно извращенно Но что я нахожу удивительным, так это то, что время от времени ты должен смотреть Но время от времени ты действительно обнаруживаешь, что истина выражена таким вульгарным образом Нет, они не считают жизни украинцев Они буквально говорят, что ни один американец не выживет Кстати, мы даже в этом не так уверены Нет, это не прогрессивно сделано Да, это не так уж и много Но все же это немного Но и об этом они нам правды не говорят Итак, просто возвращаясь к провокации, я наблюдал за ней как полный не специалист Администрация отправила вице-президента на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 22-го года Когда стало ясно, что ситуация становится по-настоящему жаркой И увидел, как Камала Харрис сказала Зеленскому на камеру Мы хотим, чтобы вы вступили в НАТО Когда все, даже я, ведущий ток-шоу, знали, что это была красная черта для Путина Таким образом, единственный вывод, к которому я мог прийти, заключался в том, что они хотят, чтобы он переехал через границу в Украину Они хотят войны Каково твое мнение? Такер, просто чтобы сказать До этого момента Каждый высокопоставленный чиновник США или генеральный секретарь НАТО Йонс Столтенберг говорит, что Украина Я вступлю в НАТО И все, кто слушает, должны понять одну вещь Украина никогда не вступит в НАТО Если не считать ядерной войны Так это потому, что Россия никогда этого не допустит, и точка Поэтому каждый раз, когда мы это говорим, все, что мы имеем в виду, это то, что война продолжается и уничтожается все больше украинцев И мы готовы рискнуть ядерным конфликтом А некоторые люди определенно такие, потому что они идиоты Правда? Потому что это так Мое негодование становится очень сильным, когда мы достигаем этого уровня Но в наши дни мы здесь говорим о ядерной войне Мы слышали, что нас не собираются шантажировать этой ядерной угрозой и так далее Ну что же, черт возьми, тебе лучше побеспокоиться Мы говорим о противнике, у которого шесть ядерных боеголовок У нас есть шесть ядерных боеголовок У нас в правительстве много сумасшедших Я знаю это Я достаточно взрослый человек, чтобы за 44 года профессиональной деятельности понять, что в нашей стране много несдержанных людей У нас есть много союзников, которые говорят О, мы можем это сделать У нас есть президент Латвии, который пишет в Твиттере Или Син, или как там еще называется этот глагол В наши дни, Россия Деленда есть Другими словами, Россия должна быть уничтожена Ты играешь роль старого Катона, старшего Картига Деленда С Карфаген должен быть разрушен Честное слово, я президент Прибалтийского государства Писать в Твиттере о том, что Россия должна быть уничтожена Это благоразумно Это безопасно Это поможет твоей семье и моей семье быть в безопасности Мы что, с ума сошли? И за все это время Байден ни разу не позвонил Путину И я разговариваю с очень высокопоставленными российскими чиновниками Ты разговариваешь с самым высокопоставленным российским чиновником Они говорят, что мы хотим вести переговоры Конечно, мы поговорим Зеленский, цитирую без кавычек, сделал это незаконным А Соединенные Штаты говорят, ну что же, мы не будем делать ничего такого, чего не хотят украинцы Между прочим, это безумие, как будто это действительно происходит между Украиной и Россией Речь идет о Соединенных Штатах и России Это должен понимать каждый Дело даже не в Украине и России Речь идет о том, что США находятся в Украине и России Так что те, кому нужно поговорить, это Байден и Путин и точка И я продолжаю повторять, если мне позволено повторить это прямо сейчас Я продолжаю говорить Байдену Если вы хотите воспользоваться моей учетной записью Zoom, пожалуйста, используйте ее Я одолжу тебе свой телефон Ты звонишь, начинай переговоры Мне не нравится, что моей семье угрожает ядерная война Почему они этого не сделают? Поскольку они верили до сих пор, я думаю, что сейчас они не могут до конца поверить в это До сих пор они верили, что добьются своего с помощью блефа Или превосходства в силе Или превосходства в финансах Они играли в азартные игры, потому что ставили на кон чужие жизни, чужую страну и чужие деньги, наши деньги Это деньги налогоплательщиков Но они играли в азартные игры, не со своими собственными ставками Но они играли в азартные игры Они не очень-то умны Они с самого начала играли неправильно Путин сказал нет Для нас это имеет экзистенциальное значение Для тебя это просто игра По-видимому, это игра на риск Тебе нужен мир на этой доске Как будто присутствие американских сил НАТО в Украине каким-то образом имеет экзистенциальное значение для Соединенных Штатов В отличие от нейтральной Украины И они думали, что добьются своего И я все это время разговаривал с высокопоставленными чиновниками, которые просто думали, что Россия не будет возражать Или я не могу возражать Или тебя оттеснят в сторону Или страна упадет на колени из-за финансовых санкций США Или мы уступим американским хаймарам и нападем на них Только один Одна абсолютно наивная идея сменяет другую Но ты мог бы спросить меня, как у них могут быть такие наивные идеи Ну что же, это был мой вопрос, дра И мне жаль, что я вкладываю в твои уста такие слова Но я бы сказал, что я достаточно взрослый, чтобы помнить Вьетнам. Я достаточно взрослый, чтобы помнить попытки свергнуть Башара Асада. Я пытаюсь это сделать. Я достаточно взрослый, чтобы помнить Ливию. Я достаточно взрослый, чтобы помнить Афганистан. Мы постоянно облажаемся. То, что мы делаем, не очень умно. Но что же такого интересного в людях? Значит, ты всю свою жизнь был ученым. Я думаю, что ты один из самых молодых штатных профессоров Гарварда. Но я думаю, что ты также был уникальным дипломатом. время от времени, в основном на протяжении десятилетий. И так ты лично хорошо знаешь людей, которые формируют внешнюю политику США. И качество человека, занимающегося этим, похоже, просто катастрофически снизилось. Кстати, я думаю, что это правда. Я думаю, что в целом это верно в отношении американской политики. Может быть, это иллюзия. Но когда я был ребенком и учился в колледже, я проходил летнюю стажировку в кабинете моего сенатора, сенатора Фила Харту. Он был человеком большой честности, большого ума. Он был демократом, но у него было много друзей и коллег-республиканцев. Там были большие люди, и они были серьезными людьми, Фулбрайт. И это Фрэнк Чорч и действительно замечательные, впечатляющие люди. Чак Перси, Люгер, я имею в виду, действительно впечатляющие люди, которые хотели, чтобы США поступали правильно, творили добро. И я восхищался ими, и это было по обе стороны от республиканцев и демократов. И ты чувствуешь, что сейчас все совсем не так. На самом деле сейчас все совсем не так. И я этого не вижу. Я не вижу мудрых людей ни на одной из сторон. Мне неприятно это говорить. Да, я не думаю, что это партийный раскол. Они все кажутся мне сумасшедшими и тупыми. Ты знаешь, мы поболтали, и Рэнд Пол единственный, кто сейчас имеет смысл во внешней политике. Он говорит, прекрати это. Сейчас так много проклятых войн, что это подвергает нас невероятному риску. Но ты что, не слышишь демократов? Они на 100% готовы увеличить военные расходы и продолжать войну. У нас есть люди, которые меня совершенно шокируют, которые говорят эти глупые вещи о том, что в США нет жизни, как будто жизнь украинцев не имеет значения. Никто не хочет говорить о переговорах. Никто не говорит ничего честного. Никто не звонит. Никто даже не хочет, чтобы Белый дом или исполнительная власть узнали правду. Это еще одна роль Конгресса, которая заключается в том, чтобы не водить нас за нос. Мы независимая, обособленная, равноправная часть правительства. А раньше Конгресс как бы возмущался, когда исполнительная власть лгала им. Да. Ты не видишь этой обиды. Они жаждут сохранить свою жизнь. Ты не видишь этой обиды. Ты видишь пристрастие. Если это президент-республиканец, то демократы пойдут за ним. Если это президент-демократ, то республиканцы. Но никто из членов своей собственной партии даже не говорит своему президенту. Перестань вешать нам лапшу на уши. Да. И это очень серьезно. Ну что же, и это не мелкая ложь. Итак, две самые большие лжи заключаются в том, что Украина может победить. Что бы это ни значило, никогда не определялась. Оттесни Россию назад к ее границам 22 января, а во-вторых, Украина вступит в НАТО. И ни одна из этих вещей не является правдой. Они не только не соответствуют действительности. Если ты сможешь понаблюдать за собой или за кем-то, кто находится за пределами мейнстрима, это станет очевидным. Это неправда. Но если ты будешь следить за адмиралом Кирби и Белым домом каждый день, он лжец. Он лжет с ухмылкой на лице, чего я терпеть не могу, потому что он даже не может контролировать свою ухмылку, потому что он говорит нам, что я лбу. Ты знаешь, когда он говорит, это нереально. Но если ты читаешь Нью-Йорк Таймс, это печально и трогательно. Ты этого не узнаешь. Но если ты действительно слушаешь какие-либо независимые издания, что я и делаю, потому что большую часть времени путешествую по миру, то на самом деле. Нет, только не в США. Ты же знаешь, что эти вещи очевидны. Пару дней назад кто-то спросил меня, как обстоят дела в Украине на поле боя. Сейчас же. Бывают дни, когда 1,5-х. Это смерть. Типичный мертвец. У России, знаете ли, превосходство в воздухе, артиллерийское превосходство, ракетное превосходство, все. И украинцы подвергаются нападкам. А теперь американская пресса сообщает, что украинцы, знаете ли, отступают, и тон внезапно изменился. Итак, пару дней назад кто-то спросил меня, почему произошла эта внезапная перемена на поле боя. И я сказал, извини меня. Он сказал, да, почему все так внезапно изменилось. Он сказал, что никаких внезапных перемен не произойдет. Вся эта тенденция, очевидно, уже более двух лет. Мы ведем войну на истощение, и самая большая вечеринка — это взорвать все к чертовой матери. Вечеринка гораздо масштабнее, гораздо масштабнее. Именно так. Но ты бы этого не узнал. По-любому из наших рассказов. Официальный представитель Конгресса. Или наши мейнстримные СМИ. Потому что они не говорят правду до тех пор, я бы сказал, до тех пор, пока, но даже после того, как она бросится тебе в глаза. Тогда, может быть, они скажут что-нибудь, в чем будет хоть немного правды. Это просто похоже на Северную Корею, Демир. Как ты себе представляешь Северную Корею? Что это за новостной вакуум, когда все находятся под таким огромным ложным впечатлением? Как будто ни у кого вообще нет никакой точки отсчета в истине. Люди даже не подозревают, что им лгут. Ты постоянно путешествуешь. Неужели это самая изолированная страна в мире с информационной точки зрения? Ты знаешь, когда это произойдет, я приведу пример. Когда США ввели санкции против России в марте 22-го. Сразу после начала этой последней фазы войны, которая началась в 2014-м году. Я знаю высокопоставленных финансовых чиновников США, и они, о, у нас есть такие, которые их раздавят. Я сказал, что так не думаю. Ты знаешь, на прошлой неделе я был в Латинской Америке. Они не собираются этого делать. За неделю до этого я был в Индии. Так дело не пойдет. И так произошло то, что единственные, кто применил санкции, это Европа, Соединенные Штаты и несколько союзников в Восточной Азии. Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. Весь остальной мир сказал, что мы не являемся частью этого. Понимаешь, это значит, что мы на это не подписываемся. Нам это не нравится. Мы не согласны с расширением НАТО. Нам не нравится это повествование. И санкции оказались, знаете ли, довольно жесткими. Это бесполезно. По сравнению с тем, что думали эти грандиозные американские стратегии. Итак, когда мы подходим к этому вопросу, понимаешь, что думает остальной мир. Остальной мир невысокого мнения о Соединенных Штатах, о том, что они делают, им кажется, что это странная страна. Почему ты настаиваешь на расширении НАТО? Зачем ты втягиваешь нас в свою войну? На самом деле мы этого не хотим. Интересно, что большая часть остального мира, кстати, не против Соединенных Штатов. Они сказали, просто не заставляй нас выбирать все эти вещи. Это не наша битва. И нам даже не нравится то, что ты делаешь. Просто заключи мир, успокойся. И мы не хотим плохих отношений. Так что это не значит, что мир настроен враждебно. Но в Вашингтоне этого совершенно не понимают. Я, вероятно, обращаюсь к более мирским людям. Я не знаю. Я постоянно общаюсь со многими мировыми лидерами в развивающихся странах. Это моя работа как экономиста по развитию. И так я разговариваю с мировыми лидерами, министрами иностранных дел, главами государств и так далее. И я очень четко знаю их понимание и позицию. Я не знаю, понимают ли Белый дом, Блинкен или кто-либо еще в администрации хотя бы эти основные моменты. Но для меня это было очевидно. Знаешь ли ты? Для меня это очевидно. Совсем чуть-чуть. Нет, не очень хорошо. Со стороны кажется, что Блинкен — это движущая сила. Я сомневаюсь в этом. Как ты думаешь, кто это такой? Я думаю, что существует большой глубокий проект с участием аппарата безопасности, которому уже 30 лет. Я думаю, что ЦРУ продолжает оставаться движущей силой. Я не знаю. Совет национальной безопасности, очевидно, является движущей силой. Пентагон, очевидно, является движущей силой. Комитеты по вооруженным силам. Это не так. Есть один человек, но это проект, который давно устарел, и он не развивается. И у нас нет президента, который был бы таким гибким, как я. Мне кажется, у нас нет президента, который был бы, знаете ли, на высоте всего этого. Я не очень ловкий президент. Да, не шустрый, не эффективный, не обязательно ответственный, не обязательно принимающий решения. На самом деле я не знаю. Но что я точно знаю, так это то, что это не импровизация. Я бы сказал, что это застрял руль. Другими словами, они не могут сделать что-то по-другому. И каждый из них понимает, что такое импровизация, потому что последнее, что они пробовали, не сработало. Так что теперь им нужно быстро импровизировать что-то еще, поскольку руль застрял. Итак, мы продолжаем идти по тому же разрушительному пути. И это не работает. Так что, о боже, мы должны сделать что-то еще. Это и есть часть импровизации. Но что не меняется, так это цели, направление, стратегия. Или вот этот самый основной момент, который для меня является своего рода. Это звучит так простодушно, но на самом деле, исходя из жизненного опыта, я действительно верю в это. Мы не разговариваем с другой стороной. Мы тоже, кажется, немного пыхтим от собственного газа, веря в собственную ложь.